Друзья, сегодня мы выясним, стоит ли тратить деньги на новый дом. Я и дочка Рита купим его сейчас, осмотрим и вынесем свой приговор. А ты, если любишь каникулы и выходные дни, поставь лайк за 3 секунды. Один, два, три. Отлично, покупаем новый дом, построим дом. И вот он он, стоит всего 1650 долларов. Редуль, как ты думаешь, 1650 долларов это дорого? Пап, ну надо нормально времени потратить, чтобы столько насобирать. Да, да, время нужно будет потратить и мы сейчас узнаем, нужно тратить время зарабатывать деньги на этот дом или нет. Покупаем 1650, вот так он сначала выглядит на картинке, можно изменить сразу цвет. Какой Рита цвет? Давай фиолетовый, да. И покупаем 1650 долларов, списали у меня со счета и вот он он, давай начнем с осмотра снаружи. Давай так, он весь в зарослях и цветочках. Ну, я бы сказал, что это просто растение и очень интересное, смотрите, цоколь у него очень интересный, деревянный. Можно туда что-нибудь положить, хранить там что-нибудь, можно огород построить. Здрасте, какой огород, Рита? Ну или мне комнатку. Так, знаешь, что я тут вижу? Что окна немного наклонены, одно направо, другое налево. Да, реально. Давай остальные окна посмотрим, остальные. Так, это вроде тоже с наклоном, и это с наклоном. Либо, ребята, это такой дизайн, либо строители были косоглазыми. Ладно, поднимаемся. О, лесенки деревянные, хорошо. Да, прикольные лесенки. Здесь можно обойти дом вокруг полностью, но здесь уже сложней. Да, здесь тесно, тесно, недоделано, недоделано. Но вот здесь можно, знаете, прийти, чаек, сесть и попить вместе с друзьями на терраске. Но она, правда, очень узенькая. Заходим внутрь. Ку-ку. Ну что, надо вот теперь четко посмотреть. Ого, смотри, тут дверь. Дверь, которая двигается вправо-влево. Прикольно. Это интересное решение, ребятки. Так, а пройти сквозь нее возможно? А, неважно, открыта она или закрыта, пройти сквозь нее можно. Ну что ж, ребят, начинаем осмотр с коридора. Что мы здесь видим? Здесь пока обычные обои полосатые. Деревянный паркет на полу. Отлично, вешалочка. Это, так сказать, лайт-вариант. Вот вам такой дом продают вот с таким вариантом, а дальше вы его сами будете обустраивать. Цветочек. Все в растениях, в цветочках. Да, начнем осмотр, вот раз мы открыли вот с этой комнатки. Посмотрим. О, интересная картина разместили, смотрите. Да, прикольно. Так, Рита уже сразу испытывает кровать. Ну как, матрас хоть мягкий? Мягкий, можно попрыгать. Отлично. И смотри, что интересно, тут детская кроватка в стиле вот этой кроватки сделана. А, прикольно. Да, интересно. Смотри, шкафчики в тот же стиль. Я не знаю, как он называется. И что, слип? А, я думал, я могу там лечь. Включить и выключить. Свет в шкафу находится, что ли? Или нет? Или снаружи? Да, снаружи. И переход в отдельную ванную комнату, но она здесь не обустроена. Видимо, надо самим обустраивать, и только душ стоит, и все. Ну, в принципе, неплохо. Кафель положили. Получается отдельная комната с гардеробной и санузлом. Все здорово, здорово. Пойдем дальше. Давай напротив зайдем. Что у нас здесь? Здесь кабинет. Есть окна. Компьютерный стол. Смотри, какой экран. Да, вообще прикольно. Его можно изменить цвет. А это что такое? А это светильник. Интересно. Полочки. В общем, здесь такой минимализм. Неплохо сделано тоже. Растения. Абажур. Включить и выключить. Растения включить и выключить? Нет, нет, нет. Свет. Без освещения тоже неплохо смотрится. Ну что, друзья, переходим в основной зал. Вау, он большой прям. Большой, да. Здесь вот можно сесть с семьей и смотреть телевизор. Так, тут еще один коридорчик. И еще смотри, вон там вот еще один коридорчик. А, это кухня. Кухня, да. Кухня большая. Это огромная гостиная. Здесь кухня и даже для питомцев есть. Удобно. Удобно. Здесь, значит, стол в виде барной стойки. Так, и заходим сюда. А это, я так понимаю, кладовка. Там хранить продукты и все остальное. Кладовочка. Здорово. Так, давай теперь посмотрим. Да. Давай сходим, посмотрим. Двери все такой же вот. Стиль двигающихся дверей, ребятки. Ку-ку. Привет, Рита, привет. Хотел меня напугать, что ли. Это большая ванная комната. Смотри, там небо. Да, отражается. Это зеркало красивое. Вот это вот душевая, туалет, раковина с огромным зеркалом. В принципе, здесь еще можно что-то сделать. Ладно, идем дальше. Это спальня. Спальня. Вот тут это. Зеркало. Тот же стиль мебели, да? Да, и тут кровать еще одна. Это пуфик. Маленький пуфик, чтобы спать. Это для питомчика. То есть здесь могут спать хозяева дома. Ну, то есть мы мышку пили. А здесь какого-нибудь своего питомца укладывать. И, по-моему, последняя комнатка, да? Да, вот осталась последняя. И тут. Оба, какая картинка классная висит. Прикольно. Три постеры, да? Да, это же этот из адопт-мини-песомчика. Скиллирекс, да. Рекс-скелет. Есть у меня, кстати, такой питомец или нет? Да, вот он, ребятки. Вот он, посмотрите. И вот скиллирекс. И вот у него есть даже фотография. Прикольно. Еще небо. И тоже пуфик. И еще зеркало. Ну, здесь еще можно было бы что-нибудь сделать. И все, да? Так, ну что? Вообще дом сделать сегодня нехорошо. Ну, давай найдем минусы. Первый минус. Здесь нет второго или подвального этажа. Да, тут еще маленькие комнатки. Не, комнатки нормальные. Ты чего? Огромный зал. Просто гигантский. Мне бы нужна была комната, как этот весь зал. И что бы ты в ней сделала? Ну, или размером с дом. Сделала бы еще один дом. Дом внутри дома? Да. Ну, ты смешная. На самом деле, ребята, дом внутри дома можно делать. Не знаю, может кто-то из вас знает, а может и нет. И сейчас мы вам покажем одну штуку. Мы всегда исследуем дом не просто внутри дома, но еще и снаружи. Что нужно для этого сделать? Включаем стройку. Включаем диванчики. Берем какой-нибудь для эксперимента недорогой. Подставляем его к стене. Разворачиваем. Фиксируем. И садимся, ребята. Вот, внимание, мы снаружи дома. Теперь просто прилепляем табуреточку. Потом сверху еще табуреточку. Вот тут вот. И одну табуреточку еще сверху. Все, отлично. Пересаживаюсь сюда. Запрыгиваю туда. Чикс, вот, ребятки, сюда и сюда. Как на лифте выбрались на дом. Отлично. Как видите, очень просто выбраться наружу дома. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы найти возможность постройки секретных комнат. Итак, давай на предмет секретных комнат посмотрим. Значит, вот здесь вот, Рит, Рит, смотри. Вот здесь, в принципе. Если вот три стены уже есть, да? Здесь сделать пол, стену, поставить стульчики. Можно, в принципе, и крышу сделать. И через стульчик телепортироваться вот в эту секретную комнату можно, да? Да, это будет прикольно. Что бы ты там в ней сделала? Я бы, наверное, сделала комнату отдыха. Что делают девочки в секретных комнатах? Комнату отдыха. И чем это отличается от обычной комнаты? Тем, что в ней можно секретно отдохнуть. А, то есть если ты отдыхаешь не секретно, то это не полный отдых. Да. А если ты отдыхаешь секретно, то это полный отдых, да? Да. Здорово. Будем знать, будем знать. Посмотрим, что еще у нас тут. Тут у нас, ну, тоже как бы можно было бы сделать, но здесь надо уже три стены делать. Ну, и, в принципе, вот здесь, как бы знаешь, что можно забацать, поставить. Вот смотри, сейчас покажу. Раз. И два. Все, запрыгивай. Ну вот, ребятки, вот так вот можно секретно отдыхать. Смотреть на небо бесконечное, взять какие-нибудь коктейльчики, попкорн и смотреть отдыхать в секретном месте. Так, продам лишнее, но выход, выход на крышу я оставлю. Давай, выходим из дома. Рит, ну как ты оцениваешь этот домик? Десять из десяти. Здорово. А я думаю, что этот домик, конечно, неплохой, стоит он недорого. Но в Adobe Mi, конечно, есть много других интересных домов, в которых можно много чего построить, пригласить друзей. А это такой небольшой домик, например, для одного человека, на максимум для двух. Для целой семьи он маленький. Ребят, если вам понравилось, как мы смотрим дома в Adobe Mi, ставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите в комментариях, если они открыты, чтобы мы еще посмотрели дома. Потому что здесь много новых домов, которые мы еще не смотрели, и даже зарубаксы. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от Папы и Дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка Папа и Дочки яркие. Папа и Дочки джойстики. Футболка Папа и Дочки яркие. Толстовка Папа и Дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга. Синяя радуга. Розовая радуга. Синее сердце. Розовое сердце. Яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку Папа и Дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки. Не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда. Рюкзаки. Пеналы. Блокноты. Тетради. Альбомы. Чехлы для телефонов. У нас Папа и Дочек тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео. А также пишется вот так. Папа. Дочки. Точка. Ру. Порадуй себя новой одеждой от бренда Папа и Дочки. Кстати, такой мерч это крутой подарок на день рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова